Решение принимают региональные власти. Об этом напомнила Анна Попова, выступая с докладом на заседании Президиума Координационного Совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Глава ведомства напомнила, регионы самостоятельно принимают решение о проведении массовых мероприятий. А если события и организовываются, то только с допуском на площадке вакцинированных, переболевших или сделавших ПЦР-тест. Анна Попова в своем выступлении также заявила, что заболеваемость ковидом среди пожилых людей растет в 21 из 24 регионов России, где для них сняты ограничения. Масочный режим, введенный в постановлении Главного государства санитарного врача, и сегодня сохраняющихся во всех субъектах Российской Федерации, как требование есть, к сожалению, есть много вопросов к контролю за этим требованием. Также хотела бы обратить внимание на вакцинацию в субъектах, где принимались постановления главных государственных санитарных врачей. Там эффективность выше, результативность выше. И заболеваемость сегодня более низкими темпами растет там, где растет, а в пяти субъектах, именно там, где были приняты постановления, заболеваемость снижается. На заседании Совета глава Калининградской области заявил, что с пятницы в регионе кафе и рестораны переходят на работу по QR-кодам. С 1 ноября без дополнительного подтверждения нельзя будет попасть в спортивные залы, кино и театры в Калининградской области. Губернатор Нижегородской области заявил, что в ближайшие дни станет понятно, пройден ли пик заболеваемости в регионе. В нашем субъекте оперативно наращивают необходимый коечный фонд. По состоянию на 4 октября свыше 115 тысяч пациентов были обеспечены более чем 360 тысяч упаковок лекарственных препаратов на сумму 333 миллиона рублей. Дефицита нет. Теперь по вакцинации. Массовая вакцинация началась с 18 июня 2021 года. Сейчас привиты уже более миллиона человек. На сегодняшний день подготовлено 149 вакцинальных центров, сформировано 29 мобильных бригад. Для всех вакцинальных центров существует возможность записи на вакцинацию через портал госуслуг. Глава Нижегородской области предложил ввести обязательную вакцинацию для студентов и увеличить долю вакцинированных сотрудников организаций. Сейчас привито более миллиона человек. В том числе почти 970 тысяч получили две аппликации вакцины. На 4 октября в регион поступило более полутора миллионов доз вакцины против COVID-19. Александр Шеломцева, Время новостей. Телекомпания Волга.